Сейчас еще по работе на ней заехать надо будет. В общем, прокатимся сейчас. Южный мост стоит сейчас через Арницкий. Блин, рычаг дребезжит ужасно. Курсовая устойчивость хорошая. Зеленая мечта сзади вот за нами идет. Попросил одноклассника со мной съездить. Не сказал ему, что далеко. Что-то забыл сказать. Так, ну вот тут почти вечерний Киев на горизонте. Сейчас по набережной она будет лупануть до Корчеватого. Накат хороший, вот сейчас катится просто на нейтралке. Непонятно, что подклинивает. В общем, будем пока ехать. Пока едет. На крайняк есть зеленая мечта для подстраховки. Традиционная пробочка. Но это небольшая. Только что мы ехали, была, блин, она на километр длиннее. Ну или на полкилометра точно. Вот первая. Вот без сцепления едем на первой на холостых. Там кто говорил, не хватает двигателя, тяги. Все хватает. Все нормально. Очень легко. Очень легко трогается. Очень высокое сцепление. Не знаю, с чем это связано. Может просто с регулировкой. В самом верху оно берет. Начинает холодать. Сегодня в области уже минус был у нас. По крайней мере то, что телефон писал. В общем, едем сейчас. На двухсотке люди довольны мной. Да, я представляю, как это смотрится со стороны. В общем, зарядка пропала, насколько я понимаю. Судя по работе электрических приборов и севшему аккумулятору. А уже темнеет скоро будет. Тут нам недалеко, километров 40 надо проехать. Отсюда где-то, ну может 45. Сейчас попробуем померить скорость. Сейчас мы выйдем на лучшую магистраль Украины. Лучшая 20. Вот слышите, почти пропала вибрация. На большей скорости тишина. То есть меньше нагрузка, меньше вибрация. Что вам сказать? Интересно наблюдать. Это надо снимать соседней машины, едущей сзади. Но мы, когда сделаем товарный вид, Ну, правильно сказать, покрасим. И выйдем обязательно в центр. И тогда уже будем снимать, как это все выглядит. Вот он мостик Дарницкий наш, традиционный. Мы справа налево. Потому что южный стоит, нам бы по нему удобнее, Но там что-то не едет, ничего, как обычно. Вот, видите, вибрация полностью пропала. Вот этот длинный рычаг. Сейчас пока попробую показать. Вот этот рычаг дребезжит. Вот он, видите, нежёстко. Там, может, какие-то проставочки С капролона поставить, И не будет дребезжания этого. Так, ну, сейчас попробуем добраться. 50 километров. Главное, чтобы хватило аккумулятора. На крайняк зелёная мечта на подстраховке, Но сейчас я без неё. Мечта повезла шины человеку. Всё это по пути. Карбюраторщик, блин, А тут внизу под мостом. Я планировал к нему заехать, Но уже не попадаю я к нему сегодня. Но пока терпимо едет, в принципе. Уже в следующий раз будем где-то ехать на оффроуды. После оффроуда в понедельник заедем. Вот так Киев растёт. Вот там, где стоят дома, крайние к воде. Что у нас там было? Ничего там не было. Лодочная станция была, рок-7, чуть ближе сюда. А там были какие-то пустыри, частный сектор. В общем, всё застраивается. Тут промзона тоже вся осваивается. Так, ну вот я уже и на левом берегу. Не знаю, насколько аккумулятор. Ну, в принципе, надолго должно хватить. Я всё выключил. Фары, бензонасос. Кто говорит электрический, хорошо. Он хорошо, но вот в такой ситуации, как здесь, то механика лучше. Сейчас бы уже аккумулятор высадили, и уже бы мы никуда не ехали. Генератор надо какой-то подобрать и поменять. Не успел я ещё. Где-то у меня бэховских было куча. В общем, поищу, поставим потом. В общем, всё, аккумулятор сел в нулях. Не поедем мы уже. Сейчас буду ждать новый аккумулятор. Или же на верёвочке. На красный нормально, чувак, на тягаче. Блин, жесть. Блин, вспомнил причину, друзья. Ремня. О, Порше тут, блин. Вообще, тут у нас крутой район. Вспомнил, ремень генератора не стоит, друзья. То есть, проблема не в этом. Сейчас звоню, чтобы везли мне ремень. Да, друзья, темнеет, блин. Короче. Зелёной мечте полезли боковую дверь открывать. Она у нас, открывать её надо аккуратно очень. Конструкция такая хитрая. В общем, зелёная мечта уже не приедет ко мне на помощь. Сейчас кого-то написал вайбер в группу. Может, кто-то подъедет, привезёт ремень. В общем, такая ситуация. Грустная. Блин, не доехал чуть-чуть. Поближе к месту. Сейчас суровому ещё наберу. Может, он подскочит. Так, ну, стою, не знаю, сколько уже. Часа полтора, наверное. Написал в группу, написал в два соса. Ну, сос, в смысле, в две группы. Блин, не тот уже, конечно. Офроуд пошёл, я её веду. Как-то так. Ну, позвонил там белому волку, но он далековато. Он набрал славя. Сейчас он подъедет. А так вообще ноль. Тишина полная. Никто... Никто ничего. Ну, да, там обсуждать какой-то бред, конечно. Там пишут, аж дым идёт. Аж телефон перегревается. А так никто не звонит, не пишет. Сейчас подтянут. Главное, трос с собой. С покатухи. Макс меня тянул на этом тросу. Так что он в багажнике лежит. В общем, никуда я не доехал сегодня, куда планировал. Блин. Хреново. Ну, ничего, не смертельно. Торопили меня. Быстрее, быстрее. Я бы и вспомнил, что ремня, возможно, нету. Хотя, может, и не вспомнил бы. Ну, шансы были. Вспоминаю, как раньше было. Когда кто-то где-то стал. Там какие-то вопросы. На перебой. Кто первый доедет, помочь. Да, прошли те времена. Обстановка поменялась. Ну, хотя... Поменялись, да, много. Ребят уже не ездит тех, что ездила. Как-то, ну, движение было посерьезнее сейчас. Тяжеловато, тяжеловато. Ну, ничего. Это все мелочи. Сейчас уже Славка рядом где-то. Говорит. Минут 10, 15, 20 подъедет. Когда едет, не знает, что там. Где-то был уже недалеко. Да, так прохладно сидеть. Дождь пошел. Блин, афроуд будет скоро хороший, наверное. Что-то вообще в этом году. Не дождей, лето. Было в начале там, а потом... Такая засуха жесткая. Осень вообще уже сколько. Два месяца осени. Ни одного дождя толком не было. В общем, такая... Обстановка. Наждачная бумага осталась. От того, как я насос притирал. Оторванный кусок. Подоспело. Сейчас мы стяжками. Залупазик же легкий, правильно? Сейчас мы на стяжках поедем. Все, садись за руль. Так, только едь медленно, я тебя прошу. Давай определимся, куда ехать. Куда ехать. Вот этот известный, всемирно известный. Блин, а где наклейки, блин? Ну, пока болеет. Пока болеет. Всемирно известный Паджеро Спорт. Сейчас, надо подумать, куда ехать. Подожди. Света нет, блин. Куда-то поближе надо. К дому на стоянку, наверное. На пеше? Угу. Так, опять я на веревке. Опять я на веревке. Уже в темноте. В полной. И тут еще... Злупазлик не тяжелый. На стяжке привязали. Ну, правда, обкрутил несколько раз. То есть стяжка такую роль символическую выполняет на самом деле. Ну, едем. Тут, конечно, долгий поворот будет. Все со второй, с третьей полосы. Но со второй четко поворачивают. Нам со второй не очень удобно будет в таком составе. Да, все. Проехали поворотик. Сейчас уже тут до шоссе. Сто метров осталось. И на стояночку. А завтра уже будем заниматься поездкой туда, куда не доехали сегодня.